Всем привет! И небольшое видео о том, как пользоваться дрелью или шуруповертом. Начать стоит с того, что есть разные виды сверел. Вот это первое я держу. Это чисто по дереву. По мягкому дереву сосна, ольха, вот эти зубы, они очень быстро выгрозаются, но фанера ДСП, они быстро тупиться будут. Поэтому стоит подбирать для каждого типа материала свой вид сверел. Вот это по бетону. Соответственно, им только бетон можно сверлить, другими нельзя, потому что испортите. Это по металлу, но самое универсальное, им разве что бетон нельзя сверлить. Потом следующее. Сверло надо правильно зажимать в патроне. Если вы зажимаете наперекосяк, вот допустим, как сейчас я показываю, соответственно, вы не досломаете сверло, но так сверлить нельзя. То есть это невозможно, да? Видите? Надо зажать правильно. То есть отпустили и зажали. Вот. Точно. Теперь оно по центру, отцентровано. За этим надо следить. Так, смотрите дальше, что будет. Так, дальше. Смотрите. Значит, сверлить надо под ровным углом. То есть 90 градусов по отношению к деталю, чтобы не вылизалось сверло и не треснуло материалу. То есть, видите, под 90 градусов я держу инструмент. Соответственно, если мы сейчас попробуем просверлить под более кривым углом, или неправильно держать инструмент, мы можем просто сломать сверло и не треснуть материал. То есть, да? Смотрите. Вот если я буду неправильно держать инструмент. Вот. Сейчас, видите, что это мягкое сверло, а вообще из какого-то пластилина сделано. По идее, оно должно было сломаться. Нельзя вот так вот сверлить, сверло обычно ломается хорошее. Это несачественное сверло, оно и не сверлит его, и не жалко было. Вот. Ну, у меня сломать его не удалось, извините. Вот. Ну, сверлить вот так вот нельзя. Вот так вот под каким-то углом. А он нагибался, обитательно обычно ломается сверло, просто хорошее, жалко. Видите, не получается нифига. Так, ладно. Ломаются они вот так вот, да? То есть, видите, чуть не так, не под тем углом, и бах, сломалось. Потому что из каленого металла. Так, поехали дальше. Если мы сверлим под углом, но вот не меняем положение, да? Вот так вот мы под 90, а если ли сверлим под углом? То есть, сейчас, смотрите. Допустим, вот я беру где-то там 45 градусов. Что будет, если я неправильно держу инструмент? Смотрим. Видите? Ну, вот какой результат. Опять же, если закручиваем шуруп, он тоже может вылезти. То есть, так сверлить нельзя. Нельзя, от слова нельзя. Совсем вообще. Так. Если вы хотите под углом сверлить, это только когда деталь, вот, если она, примыкание под 45 градусов, тогда можно так сверлить. Иначе нельзя. И чтобы сверлить под углом, надо сначала, да? Сначала чуть-чуть запотать, а потом вы наклоняете постепенно. То есть, сделали небольшое, чтобы не соскальзывало. И вот так вот сверлить. Видите, как это делается? Так, дальше. Хорошо зажимайте сверло в патроне, потому что, бах, и видите, оно проскочило, ничего не сверлить. Сверло надо очень хорошо зажать, чтобы оно не болталось. Вот, либо если это ключевой патрон, ключом, либо если это ручной, то руками. Если вы можете сломать сверло, если оно не зажато. То есть, оно у вас проскакивает, бьется, либо патрон можете повредить. Вот, а вот теперь зажали. Слышали? Щелк, щелк, щелк. Вот, до конца зажали это. Опять, да? Отжал. И еще раз сушим. Щелк, щелк, щелк. Отлично, да? Все, зажали. Дальше. Что бывает, если мы используем тупое сверло? То есть, мы убиваем, перегружаем инструмент. И, вот, да. Так нажимать тоже нельзя, потому что это ломает сверло. Ну, мое дешевое не ломается почему-то, как будто из проволоки сделано. Вот. То есть, во-первых, сильно не давите, не передушивайте. Используйте острый сверло. Дальше, смотрите. Держите, хорошо прижимайте деталь, заготовку. То, что вы сверлите. Потому что, либо руками, либо струбциной. Потому что, видите, какой результат. То есть, вы можете себя по руке повредить, испортить инструмент. Испортить деталь. Короче, полный Гитлер капот. Так нельзя. Надо прижимать. И нужно либо прижимать руками, либо струбциной. Так, дальше. Используйте нормальные сверла острые. Не используйте поломанные, тупые, поврежденные биты. Вот, смотрите. Когда вы используете такие биты, вы портите шуруп. И шуруп, когда самое напряжение испытывает, он слизывается просто. И вы его не закрутить не можете. А еще хуже, если закрутили, то назад уже выкрутить. Все. Вот эти вот биты, такие уже, поврежденные. Все. Выкидывайте. Специально сохранил для вас, чтобы показать. Вот, не используйте поврежденные биты. То же самое со сверлами, да. Такое сверло уже, ну, его не выкидывать, его перетащить надо. Таким работать нельзя. Опять же, еще раз. Тупые сверла, да. Видите, как они выглядят. Сгоревшая, слизанная грань. Вот она дальше есть, тут нет. Что бывает, когда мы используем тупое сверло? Смотрим. Видите? Так можно перегрузить, спалить инструмент, а результата никакого. То есть, бессмысленная какая-то работа. Используйте хорошие, качественные сверла. Вот. Сверлышка Ирвин. Смотрим. Бжик. Секунда, да. Можно крутить, крутить и ничего. Потом. Учитывайте, что есть разные виды бит под разные шурупы. То есть, вот это вот ПЗ. Причем ПЗ-2. Пози-драйв оно уже называется. Не путайте. ПЗ. Вот, да. ПЗ. Это вот такая вот звездочка. Крестик со звездочкой. Не путайте его с пози-драйв. Смотрите, сейчас выберу. Вот это вот ПЗ, да. Двойка написано. Оно может быть единичка и тройка. Еще разных размеров. То есть, если вы будете использовать слишком большой, он не влезет. Слишком маленький, он будет стачиваться, испортиться. Либо шуруп, либо бита. Это тоже, да, видите, хороший ПЗ, держится хорошо. А это ПН. Вот. То есть, это просто крестик. И он будет выскакивать и слижется либо шуруп, либо бита. Видите, он не держится, он болтается. Вот. То есть, при покупке, если вы не знаете, подбирайте. Берите биту и вставляйте в шуруп. Если вы покупаете то или другое. А вот это вот, да, видите, это кажется ПН. То есть, вот он. То есть, обыкновенный крестик. Тоже ПН. И он входит. Без проблем, да. Обычные черные шурупы, обычно ПН. Вот. Плоские, да, они разные бывают. Разные толщины плоские. Вот это вот ПЗ-1, да, видите. Оно проскакивает. Испортится и бита, и шуруп, если вы будете не тем номером крутить. Не тот тип размер это называется. Ну, дальше. Комформат. Он крутится шестигранником. Он же, по-моему, хекс. Хексогран. Вот. Соответственно, вы его другими не затратите. Причем нужен нужного размера. Да, вот видите, 35. Он не влезет туда просто банально. Слишком маленький тоже не войдет. Звездочка тоже. Либо грани у звездочки сорвутся, либо шуруп испортить. То есть, нужен нужного размера. Видите, вот этот держится. Шурупы могут быть комбинированной. То есть, может подходить и просто PH, да, Philips обыкновенный. И просто ее минус называют. Или слэш его называют. Или просто плоская отвертка. Да, видите. Два типа может быть одного шурупа. Иногда может быть звездочка и плоская отвертка. Поэтому выбирать надо правильно. Вот это вот PZ3 вот так выглядит. То есть, она больше, чем двойка, чем единичка. Она для более больших. Не используйте испорченные поврежденные шурупы. Бракованные. Ну, тупо вы их не сможете использовать. Да, следите. Вот залито. Вот тоже испорченный. Вот такой вот слизанный. Скорее всего, вы его не закрутите до конца и выкрутить не сможете. Потом вот пытаясь согнуть, смотрите, чтобы они не были кривыми. Вот так вот выглядит наборчик PH1, PZ1, PH2, PZ2, PZ3. И специальная с замочком торкс. Она же звездочка. То есть, учитывайте, что биты могут быть разные. Это самые такие распространенные, которые я использую там, где мне надо. Торкс очень редко. Но иногда нужен бывает. А со звездочкой это просто специальные. То есть, старайтесь брать более качественные. Вот, кстати, еще один торкс. Это из нержавеющей стали. Он нержавеет, соответственно. От хранения. Подбирать надо биты и шурупы под нужный размер. Если поврежденная бита, что у нас будет? Либо поврежденный шуруп. Что у нас происходит? Смотрим. Вот так вот. Видите? Я плохой бита испортил хороший шуруп. То есть, он не до конца закрутился. И вот у него уже чуть слизаны грани. Что ж, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь в комментариях. Переходите по ссылкам в мои группы Facebook и Instagram. Там есть много другой информации. Всем всего хорошего. Пока. Пока.